Возрождение короля Легко подделать И, соответственно, в казино используется все то же самое Но! В общем, посмотрите предыдущую серию Если вы не видели Но нам сейчас нужно обратно возвращаться к Ниру В лес, дабы убедиться Из какого дерева делали вот этот вот кубик И что может быть такого необычного Потому что нам нужно Разоблачить этот чертов кубик Ну, как-то так И почему-то их здесь два Уж не знаю почему Ну, как-то так Так Где? Так, боевой, боевой, боевой Нет, это не туда Мне нужно сделать перемещение Карта порталов Во Ну вот, теперь хотя бы нам Почему я не могу? А, во Вот, лес мира Солнечный пруд Нам нужно сюда Погнали Это мы как раз По-моему К старейшине Сейчас попадем Потому что У него там был Как раз-то этот Портал Ну да О, народ-то возле него тусит Че грустим? О, вы уже вернулись Удалось ли вам поговорить с шестуном? Да, но мы пока еще не вернули ваш лес Однако нам удалось добыть доказательства того Что во всем королевстве вовсю процветает мошенничество Все-таки Он обманул меня? Если вам удастся раздобыть доказательства того Что священному кубику Тоже не чист Дело в шляпе Вы случайно не знаете Где и чем занимаются люди Из Лайдзиня в этом лесу? Похоже, у них какие-то странные делишки Где-то в дремучем лесу Но даже я теперь Не могу свободно перемещаться по лесу Вероятно Там они и изготавливают свои кубики Мы сходим туда и проверим Погодьте Если вы хотите отправиться в дремучий лес Вам понадобится культивирование Культивирование? Это заклинание И если вы не знаете, я вас научу Выучено заклинание культивирования А что это за заклинание такое? Оно позволяет в мгновении ока вырастить растения Если наложить на это заклинание Молодые почки Оно тут же расцветает Дорога в тех местах довольно крутая Но если вы наложите это заклинание на растущие там грибы По ним вполне можно будет пройти Вот это я понимаю, старейшина леса Достопочтенный Нир Спасибо большое Ну что ж Вперед в дремучий лес Будьте осторожны в пути В последнее время монстры чересчур агрессивны Ну ладно Попробуем Так Нам теперь нужно пройти в другую часть леса Да? Ну да Вот теперь там у нас что-то стало доступно Господи Опять целая куча местной живности Так Вот здесь вот эти грибы можно вырасти? Да? Нет? Нет, не эти А какие? Так Здесь вообще можем пройти? О, а мы здесь можем пройти Я не знал Блин, у меня уже привычка, что мы по воде ходить не могли А я тут даже и не был Так, прыг, прыг О А ну-ка вперед Ну-ка давай-ка сейчас На тебе массовочкой Давай-ка вот так сразу Ооо На Так, меч стопроцентный? Да, отлично Хорошо Да пошел ты в баню, крысопуст Тоже мне мыша в доспехах Все отлично Так Теперь нам сюда А, вот о чем речь шла Культивирование О, и правда выросли Да по ним даже можно пройтись Ну да, почему нет Нам же об этом и говорили И мы можем пройти в новую часть леса Короче, нам нужно посмотреть, как изготавливать эти чертовы кубики Так Нам вниз туда, что ли, или сюда перепрыгнуть? Нет Нет А куда? Я чего-то не понимаю Идь, прыг туда, нет Нет, туда тоже нельзя А куда идти-то? И подожди, я чего-то не догоняю Я никуда не могу пройти Ну-ка Пока На карту сейчас глянем А, вон же был спуск Ё-моё Здесь был еще один спуск Я его прозевал Вот он Наложили запрет на все эти деревья Жульё! Сейчас мы вас раскроем Так Сюда, что ли? Да, нет Ну, вообще, как бы, да Хотя, там можно пройтись И наверняка На том краю сорняка Да, там сун... Нет Сундук был где-то там Тут столько сундуков вообще, как бы, запрятано И непонятно, как до них добираться, как до таковых Так Ну, давай сейчас этих всех завалим Давай-ка массовочкой На! Получили? Зверьё мохнатое Так Хорош, Флора Ну-ка, давай-ка еще разочек На! Все? Нет, вон еще там Иди сюда Да ё-моё Как вам не жалко только вот этих всех убивать? Они такие милахи тут все О, вы смотрите Мы тут еще пару слизней цепанули Так, все живые? Да, только Немножко жизни Поубавилось у Шанти и у Роланда Ладно, идем дальше Мы все равно бы не смогли пройти Пока их не убили бы Но, с другой стороны Я же говорю Нам еще и прокачиваться нужно до кучи Культивирование Так, хорошо Так, сюда, туда, налево, направо Ну, пошли сначала направо И там сундук Надеюсь, не будет заперт Пень какой-то Пять среднесортных полен А зачем они мне? Ну, сейчас это не важно Так, вот на той стороне у нас Еще один сундук Я это помню Я его с той стороны видел Меч Стальной меч возмездия Это хорошо Вот меч я даже сразу сейчас Одену Так Нет, не то Все время путаю кнопку Так Снаряжение Ну Я так предлагаю Я так думаю, что вот это лучше заменить 62 Ну да Плюс критический урон еще новый Хорошо Жаль, что мы пока не можем никак менять внешний вид персонажей Ну, понятное дело, что у них есть, типа, своя Боевая форма или, типа, того что-то Ну, мы просто одеваем определенные там доспехи Плащи А внешний персонаж не меняется Хотя для джрпг вообще, как бы, это всегда считалось абсолютно нормальным Ну-ка На Так, тихо Хорош, хорош Есть Вон там еще кто-то остался Все, забили мыша Всех забили Мы победили Эти вообще противники Реально не представляют из себя вообще ничего Ну, это только прокачка и определенные ресурсы Блин, далеко нам еще Так, берем сундук Так, а можно мне О А я могу так просто меняться персонажами главными Так забавно Нет, я хочу за его на сейчас играть Так, портал Портал нужен Сохраняемся Да, да Давайте сохранимся 6 часов 14 минут наиграли в игру Нормально Так, а, вот Я думал, нужно гриб вырастить Нифига Ты смотри Они здесь уже отстроили Филиал Адан В своем лесу В этом лесу Ну, ничего себе Они тут построили Не ожидал Здесь они и изготавливают Свои мошеннические кубики Что будем делать? Вловимся туда силой? Я Нет Нам не стоит поднимать шум Проникнем туда тайком Эй, прячьтесь Там кто-то есть О, как же это далеко Угораздило же их Построиться у черта на куличиках Что поделаешь Нельзя, чтобы жители города Что-то заподозрили Эти звездочеты из Лаидзиня Кажется, я кое-что придумал Возможно Мы подумали об одном и том же Да, напускали просто их Да и все В трусниках выкинули просто на улицу Нормально Ох уж эти воздушные пираты А нас точно не разоблачат В таком виде Мы тут присмотрим За этими ребятами А вы отправляйтесь внутрь Постарайтесь провернуть Все по-быстрому Делать нечего Идем Шанти и Зоран На время отделились От вашей команды То есть у нас будет целая миссия Там Как будто целый город Сейчас будет Знаешь, там Ты идешь на там Я думал нас поймают Похоже сработало Как ни странно Итак, нам нужно Как минимум Два доказательства Во-первых Что-то, что докажет Что Шестинги Причастен к мошенничеству Для этого Лучше всего Подойдут Какие-нибудь Лично подписанные Им документы И во-вторых Это мое личное Предположение Конечно Но я думаю Есть какое-то устройство Которое позволяет Манипулировать Кубиком на расстоянии Без помощью магии Манипулировать Без помощью магии Такое вообще возможно? В моем мире Это нечто Само собой Разумеющееся Но и здесь Думается Мне должны существовать Схожие технологии Что ж Попробуем Поискать доказательства Да И не забывай Что Мы при параде Я думаю Будет быстрее Напрямую Спросить У других Звездочетов Ну ладно Ура У нас новая одежка Только я не заговорил Пошли сюда Ля 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 Ребят Я свой Кришан Одного Запасного Пульта Управления Не хватает Куда же Я его Положил Пульт Управления Я недавно Узнал От наставника Что этот Пульт Управления Работает Без помощи Магии Похоже Это какая-то Заморская Технология Ну как Это вообще Можно Творить Такие Необыкновенные Штуки Без помощи Магии Я вовсе Не прохлаждаюсь Правда Самим Тоже Давайте Идите Работайте Ну вот Уже А это уже Разве Не доказательство Ну как Понятное дело Что это не доказательство Но по крайней мере Роланд был прав Послушайте На заводе Найдите доказательства Того Что здесь Что-то творится Эй Ребята Вы случайно Не видели Этот документ Прошу прощения Вы не видели Не берите в голову Я должен был Сам позаботиться Об этом А ты кто Так Проблем С качеством Кубиков Похоже Нет Так Мы вполне Можем уложиться В еженедельную Норму Мы Используем Старинное Лайдийское Искусство Создание Хитрых Механизмов Для различных Мошенничественных Уловок Разумеется Это особое Право Принадлежит Лишь Звездочетам Вам следует Гордиться Тем Что вы Являетесь Членом Круга Избранных Ну да Это Это проект Усовершенствования Священного Кубикуды Без регулярных Ничего такого Нет Так А куда Еще можно Пойти Здесь Что-то Я вот Еще с Этими Не разговаривал Мне уже Надоело Заниматься Изготовлением Кубикуды Хочу Сам Проектировать Новые Хитрые Механизмы Эй Сколько Кубиков Сегодня Сделал Я Вот Более Менее Укладываюсь График Че Что Я такой Маленький Так Здесь Тоже Ничего Не О Стоп Целая Гора Шулерских Кубиков Предназначены Для Использования В казино Однако Судя По всему Они Не имеют Отношения К Махинациям Со Священным Кубикудой Интересная Вещица Однако Сможет Ли Она Послужить Доказательством Мошенничества Нет Не Сможет Похоже Это Пульт Управления Однако Забрать Вась Подноза Звездочета Никак Не Получится Может Быть Есть И Это Еще Такой Пульт Короче Ищем Такой Пульт Если Че Это В Принципе Нормально Так Не Ну Серьезно Как Еще Куда Пройти Здесь Больше Ни Дверей Ничего Нет Так Здесь Ничего Что Могло Послушать Доказательством Нет Здесь Тоже Здесь Тоже Это Какая То Книжка О Получили Шулерский Приказ Смотри Это Было В ящике На Этой Бумаге Стоит Пост Писше Стеноги Похоже Это Распоряжение Начали Разработок На Этой Фабрике Я Думаю Этот Документ Должен Был Быть Сразу Уничтожен Однако Какой То Нерадивый Подчиненный Забыл Об этом Это Однозначное Доказательство Шестенги Не Сможет Ничего Отрицать Однако Главного Там И Пока И Не Нашли Устройство Димпуляции Кубиком Священного Этот фабрики Где-то Должны Быть Запасные Или Тестовые Экземпляры Притворимся Сотрудниками Спросим У других Звездочетов Да Я уже У всех Все Проспросил Пошли Они Там Лежат Просто Мы Так Просто Не Можем Их Взять Вот Они Я Недавно Узнал От Наставника Что Это Пульт Работает Да Это Мы Уже Слышали Все Мы Никак Да Еще Нужно Найти Такой же Где-то Пульт О Вон Он Смотри Беспалево Лежит Шулерский Пульт Управления Роланд Роланд Смотри Ага Судя По всему Это И есть Дизационный Пульт Для управления Кубиком Священного Кубикуды Прямо Как ты И говорил Да У Шестинги Должен быть Такой же Пульт Значит При помощи Своего Шестинги Обманывал Жителей Королевства Облагая Их Высокими Налогами При помощи Него Он же Отнял У Нира Его лес Если Мы Правильно И воспользуемся Это Станет Нашим Главным Оружием Отлично Этих Доказательств Будет Достаточно А теперь Поскорее Покинем Это Место Ну Да Рулим 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 Пока Нас Не Спалили Обнаружены Нарушители Активирую Режим Ликвидации Глина Глыба Чего Какая Глина Глыба Шанти Зоран Извиняюсь Мы попались И вот уж Не думала Что такое Чудо Вылезет Не Хотелось Бы Связываться С этим Типом Боюсь Бежать Некуда Роланд Идем На Выручку Итак Нам Нужно Победить Теперь Эту Глину Глыбу Глиноглыба Ах Ты Кусок Мшистый Земляной Голем Я Извиняюсь Конечно Но Ты Просто Похож На Гигантскую Волшебную Какашку Тихо Спокойно Спокойно Как Ты К Огне Относишься Ну В принципе Нормально Тихо Оу 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 Ты Че Такой Резкий Я Тут Блин Костануть Решил Так Мне Нужно Нет 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 Переключаться Не будем Да Е-мое Я Хочу Оружие Сменить Так Тихо Все 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 Хорош Не на Ту Кнопку Нажимал Во Не нужен Вот этот Меч А ну Давай О Рубим 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 Тихо Ау 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 Давай Давай Роланд Пали Пали Давай Сэра В него Сэра Он опять Решил Аааа Даже так Может Спокойно Ооо Меня Подлечили Спасибо Аааа 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 Как же Больно Да может Я его на расстоянии Просто завалил Ай Оу Оу Так Ну Давай Подлечимся Хорошо Нормально Нас Там Можно Всякие Бафы Наложить Мы же Еды С вами Накупили Тихо 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 Спокойно Хорош Крутиться Ты Во Нормально Если бы он опять не стал крутиться Как черт Ребята кстати нормально играют Они уклоняются Используют способности Вообще нормально Тихо Тихо Спокойно Спокойно Ааа Не 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 Я знаю чем это чревато Твои разгончики Вот эти Блин Магия тоже Натратит на эти выстрелы Эх Нифига себе Такого ты раньше не делал Так Давай Да что ты на эване Это применяешь Во Так Тихо Спокойно Давайте Давайте Что нибудь Ооо На меня дебаф повесили На нас на всех повесили дебаф Ты смотри Какая противная Тварь Тихо Тихо Спокойно Мы почти уже забили его Ну-ка давай Во На И по уровню Получили Каждый Получили какой-то Редкий красный предмет Но сундук был Да Я уж думал Крышка нам Мы довольно много шума Наделали Но похоже Все обошлось Никто нас не заметил Ну как Добыли доказательства Да Мы нашли на фабрике Шулерский пульт управления При помощи которого Можно дистанционно Манипулировать Священным кубикудой Отлично Но теперь мы зададим Этому Шестинги Шестинги Да С этим шулерским пультом Я думаю мы сможем Припереть его к стенке Эван Я хочу спросить тебя Готов ли ты Мы собираемся сейчас Серьезно мешаться Дела другого государства Это бесспорно Вызовет большой резонанс И если что-то пойдет не так Мы заработаем себе врага В лице одного королевства Ну что Как поступишь Эван Добиваться процветания Своей страны Путем обмана ее жителей Я считаю Это неправильно Мы своими силами Изменим Лайдзинь Отличные слова Точно Мы не сможем Просто взять И закрыть глаза на это Вот это я понимаю Вот это наш король Что ж Королевское решение Закон Решено Мы придем на помощь Лайдзинь Вперед Шестянуки Вы получили Укрепленный лук воды И лук судя по всему Непростой Так Снаряженница Так Шанти Ты у нас Отвечаешь за Лук И давай мы тебе Поставим что-нибудь Посерьезнее Ты посмотри Какой он Клевый Он в три раза Мощнее Ёлки зелёные Отлично Так Раскройте Обман Шести ноги Ну что Пошли Порталы Пустош Не-не-не-не-не-не-не Не удержись Хотя я чувствую Без боя здесь не обойдется На нас сейчас Стравят Всех Кого только можно Местный охранник Снова Снова вы Ну что Нашли Нашли что-нибудь Подозрительное В священном Кубикуде Верховностролог Шестенги Вы обманули Не только Нира Вы обманываете Всех жителей Этого города Ну-ну Без доказательств Обвинения Всего лишь Клевета Или же Вы хотите Сказать Что нашли Какое-нибудь Мошенническое устройство В священном Кубикуде Значит Настаиваешь На своей невиновности Разумеется Клянусь Священным Кубикудой Здесь нет Никакого Мошенничества Раста Как насчет Того Чтобы определить Решение При помощи Суда Я слышал У вас В стране Все судебные Решения Выносятся Священным Кубикудой Ооо А это уже Интересно Да Действительно У нас Королевстве Все важные Вопросы Решаются Священным Кубикудой Налоги Законы Наказания Для преступников Что ж Я согласен Выясним же Истину Суде Священного Кубикуды Но если Вы проиграете Вы понесете Наказание Как преступники За оскорбление Правителя Государства Вы согласны Да Итак Приступаю К приготовлению В церемонии Суда Извольте Пожаловать На площадь Жребия К назначенному Часу Вообще Это немножко Промечиво Потому что Надо бы Как-то Это дело Проверить Может Там Батарейки Не работают Сели В этом Пульте Или Вообще А вы Тут Извините В тюрьму Сядете И вас Казнят Вот Вот Начнется Роланд Я на тебя Рассчитываю Не Переживай Приготовление К началу Суда Кубикуды Закончены Вы готовы Обратиться В суд Тогда Прошу Занять Ваши Места Заморские Технологии Сейчас Будут Итак Начинаем Суд Над Верховным Астрологом Шестином Ги Поскольку Данное Судебное Заседание Является Исключительным И Верховный Астролог Шестин Ги Выступает В качестве Обвиняемого Роль Судьи Исполняю Я Суд Начинается Верховным Верховный Астролог Подсудимый Что же Такое Случилось Роланд А это Еще Что За Костюм Судебное Заседание Как Никак Старая Привычка Сработала Выслушаем Перед Лицом Священного Кубик Куды Обвинение В адрес Верховного Астролога Шестин Ги Подсудимый Обвиняется В мошенничестве Итак Слово Предоставляется Обвинителю Все Звездочеты В этом Королевстве Начиная С Верховного Астролога Шестин Ги Мошенники Кубики Используемые Звездочетами Оборудованы Хитрым Механизмом Позволяющим Выбрасывать Желаемое Значение Я бесспорно Согласен Что есть Отдельные Негодяи Но утверждать Что все Звездочеты Мошенники Это большая Ошибка Я ни в коем Случа Не имею Никакого Отношения К мошенничествам Прошу Воздержаться От бездоказательных Обвинений Мне бы Хотелось Чтобы вы Для начала Взглянули На наши Доказательства Прежде чем Заявить О нашем Голословии Предъявили Шулерский Приказ В качестве Доказательства Что Что это Верховный Астролог Шестенги Узнаете Этот документ Это Предписание О начале Производства Шулерских Кубиков За Вашей Личной Подписью Верховный Астролог Есть ли У вас Что Сказать Своё Оправдание Я Абсолютно Обескуражен Эта вещь Мне Незнакома Неужели Вы Опуститесь До Фабрикации Улик Этот Документ Подделка А давайте То Справим У священного Кубикуды Подделка Или Это Или Жи Нет Что Я Не Возражаю Обе стороны Согласны Итак Обратимся К Священному Кубикуде Если Выпадает Четное Число То Документ Подделка Если Нечетное То Подлинный Наш Шанс Что Там Если Четное То Подлинное Если Нечетное То Подделка Правильно Нет Документ Подделка Священный Кубикуде Все Знает Давай Сейчас Ушки Все Будет Что Что Все Это Значит Кубики Сошли С ума У нас Есть Еще Одно Обвинение К вам Вы Обманываете Людей При помощи Священного Кубикуды Он Управлял Им При помощи Этого Уууу Сейчас Начнется При помощи Шулерского Пульта Можно Управлять Результатом Броска Священного Кубикуды Нам Удалось Заполучить Точно Такой Пульт На Фабрике По Производству Шулерских Кубиков С Помощи Этих Труков Верховный Астролог Шестинги Поднимал Городские Налоги И Отнял Лес У Достопочтенного Нира Шестинги Что Все Это Значит Мошенник И Ты Называешься Верховным Астрологом Эй Скажи Что Нибудь Уууу Фулонг Священный Защитник Это Он Сам Фулонг Появился В Городе Да Что 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 Случилось Верховный Астролог Шестинги Ты Ты Доказал Что Не Достоин Быть Правителем Этой Страны Все Идет По Плану Я Забираю Божественную Нить Ты Смотри Министр Это Не Просто Так Министр Стой Святой Защитник Сошел С ума Только Не Говорите Что Нам С С С С Держатся Фулонг Разъяренный Пламенный Страж Японский Бог Что Произошло Моё Искаженное Пространство Порождение Фулгоном Святым Защитником Лайцзиня И если Его Не Остановить Вся Страна Кажется Поглощенной Этой Дырой О нет Мы Должны Что Нибудь Сделать Фулонг Утратил Божественную Нить И теперь Не в себе Есть только Один способ Хорошенько Нападать Ему Чтобы Привести В чувство Эй Как вы себе Это представляете Победу Назвесившимся Фулгоном Есть Один способ Когда Святой Защитник Теряет Рассудок Его Огромная Сила Остается Без Контроля И Вырывается Наружу Те места Из которых Она Выходит И будут Его Слабыми Местами Поэтому Нам Нужно Будет Их Атаковать Эван Без Проблем Может Видеть Такие Места Так Как Мы Связаны Нитью Контракта Вперед С песней Ох Йо Псиль Попсиль Небесные Разрушители Это Святые Защитники Которые Потеряли Контроль Над Своей Могущной Силой Эта Сила Перевырывается Яркими Вспышками О Места Откуда Исходят Эти Вспышки Энергия Особенно Уязвима Поэтому Если Сфокусить Свои Атаки На Этих Местах То Сможете Нанести Намного Больше Урона Ну Ладно Попробуем Так А можно Секунду Секунду У меня Тут Был Называется Еще До Отвала Можно Поесть Ну Я Хочу Сразу Вот Эту На Се Наложить Физическую Защиту Плюс Тут У меня Было Еще Сила Атаки Сила Это В принципе Бонус Какой Я Один Могу На Се Наложить Или Можно Несколько Бонусов Пока Не Знаю Ладно Пока Так Хотя Я чувствую Атаковать Он будет Не физической Защитой Давайте Ребята Это Загадочные Существа Которые Впитали Вся Силы Святых Защитников Они Могут Находить Их Слабые Места Которые Соберут Достаточное Количество Они Появляются Из Предметов Которые Святые Защитники Вложили Свою Силу Если Вы Разрушите Любой Предмет Сознан Защитником Сможете Найти Их Там Когда Фуняш Защитники Соберутся В достаточном Количестве Вокруг Них Образуется Золотое Кольцо Но Это Я знаю Так Тихо Фуняш Защитник Редкий Тип Тихо Спокойно Тихо О Давайте Давайте Атакуем Пока что Так Вперед Ребята Барьер Защищающий От огня Это Конечно Хорошо И Долго Мы тут Стоять Будем Так Но На это Слишком Много Магии Есть Отражено Короче Пока что Стоим Тут Пока Стоим И не Дергаемся Нормально Все нормально О Вон У него Смотрите У него Светится Лапа Его Вперед 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 Давай 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 Во Давайте Давайте Атакуем 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 Мы Половину Жизни Ему Таким Образом Уже Сняли Еще 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 Так Валим Спокойно Че С ним Он головой Об землю Бьется Ты крылатая Этой Тварь Так Валим О Вот Теперь Я вижу У нас там На земле Эти падают Хорошо Наша задача Сейчас Разбить Все Вот Эти Вот До того Как он Начнет Куляться Огнем Хорошо Тихо Спокойно 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 Вон Вон Там Есть Уже Отлично 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 Давайте Барьер Сейчас Сейчас Все будет А Вон Я вижу У него Там Лапа Уже Это А ну Ко Давай Ко Ламя Да Ладно Тебе Давай Лапку Свою Поставь Я тебе По ней Настучу Тихо Сюда Сюда Снова Сейчас Опять Атаковать Нас Будут Блин Нет Манны Ну Ничего Сейчас Разберемся Опять Огнем Атакуют Да Можно я Сейчас Ароматерапию Себе А то У меня И так Полную Да Отлично Ой Да ладно Еще Эти Появились Все Надо Разбить Так Спокойно Спокойно Еще Есть О Давай 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 Наша Задача Сейчас Снова Башкой Упал О Я Горю Бегом 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 Вперед 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 Атакуем Давай Самыми Мощными Атаками Вперед Вперед Мы должны За этот раз Победить Его Ура Ну Вот Сделали Это Нормально Бой был Не сложный И довольно Забавный А никто Не говорит Что Байтинки Здесь Должны Прям Быть Какими Очень Сложными Главное Чтобы Совсем Легко Не Было Чтобы Можно Было Использовать Нормально Все Инструменты Игры Это Всегда Было Самым Главным Это же Площадь Жребия Мы Вернулись Назад Да Похоже Нам Удалось Усмирить Фулонга У нас Осталось Одно Незавершенное Дело Я Я Совершил Непоправимое Сначала Я думал Лишь О том Как Поднять Эту Страну С Колен Но В Какой-то Момент Жадность Овладела Мною А Кто Этот Человек Укравший Божественную Нить Он Появился В этих Краях Несколько Месяцев Назад Он Передал Мне Знания Необходимые Для Успешного Развития Страны А Взамен Попросил Для Себя Пост Министра Оснастить Священного Кубикуду Чудесным Механизмом Для Манипуляции Кубиком Тоже Его Идея В Какой-то Момент Я Стал Лишь Марионетка В Его Руках Нам Удалось Успокоить Священного Защитника Но Что Будет С Без Божественной Не могу Контролировать Его Однажды Он Вновь Проснется И Превратит Этот Город В Прах Не знаю Что Там У Этого Типа За Зловещий Замысел Но То Что Он Натворил Недопустимо И Шо Забнил Себя Папаша Помолчи Верховный Астролог Шестингин Нам Понадобится Ваша Помощь Это Нужно И Вам Тоже Для Того Чтобы Вернуть Свою Божественную Нить Меня Зовут Эван Дорисфан Няндал Я Заключил Контракт Со Святым Защитником В Клыбели Солнца И Хочу Создать Новое Королевство На Равнине Глейз О Вот Оно Что Я Сразу Понял Что Ты Необычный Мальчик Я Хочу Защитить Этот Мир Потому Что Больше Не Хочу Терять То Что Мне Дорого Конечно Вы А раз Так С проблемой Можно Справиться Лишь Объединившись Всем Вместе К тому же Я Б Хотел Вернуть Лес Старейшине Ниру Не Только Лес Все Что Выиграл Нечестным Путем Это Решение Уже Передано В Сообщении Ниру Большое Спасибо Вам Я Вновь Поставлю Лайдзинь На Ноги И Вы Тоже Держитесь Там Вообще Я Так Полагаю Его Там Наверное Должны Свергнуть За то Что Он Сделал Уж Извините Понятное Дело Если Он Вернет Всем Налоги А Кто Ж Этот Был За Тип Ладно Расскажите Ниру У нас Время Еще Есть Да Замечательно Так Ну Погнали Снова Лес Нира Солнечный Пруд Да У нас Там Еще Какой Портал Остался Неактивный Я так Полагаю Есть Еще Какая То Часть Ну И Молодцы Ж Вы Все Таки Как И Обещал Мои Деревья В Рашем В Распоряжении Спасибо Теперь Мы Можем В Прямом Смысле Начать Строительство Нового Королевства К Слову Сказать Старейшина Нир Божественная Нить Лаидзи Не Была Похищена Каким То Таинственным Человеком Вы Случайно Не Знаете Кто Это Мог Быть Да Что Вы Так Вы Так Тогда Святой Защитник Должен Был Потерять Контроль Над собой Именно Но Мы С ним Разобрались На Какое То Время Он Безопасен Божественную Нить Так Просто Не Забрать Тот Человек Случайно Не Использовал Темную Ауру Да Вокруг Него Была Некая Аура Фиолетового Цвета И И Источником Темной Ауры Является Злой Дух Крушила Крушила Это Чудовищный Святой Защитник Королевства Арагория И Если Тот Человек Может Так Просто Использоваться Такой Силой Это И Есть Никто Иной Как Король Хамнар Тот Кого Скрушила Связывает Божественная Нить Контракта Но Тогда Я вижу Единственное Решение Отправиться К нему В Королевство И Вернуть Пох Похищенную Божественную Нить Не Думаю Что Это Возможно Ветерогоре Вместе Со Всем Материком Нарсам Две Тысячи Лет Назад Ушла На Дно Морское И Спит Там Скованная Магической Печатью Король Страны Исчезнувший Две Тысячи Лет Назад Что Это Ещё За Ерунда Призрак Что Ли Если Он Похищает Божественные Нити Других Королевств При худшем Раскладе Это Попахивает Возрождением Крушила Но Если Это Случится Весь Наш Мир Окажется Под Властью Темной Ауры Весьма Нежелательный Вариант Развития Событий Скажу Я Вам Как И Говорил Шестинги Другие Короли Тоже Могут Лишиться Своих Божественных Нитей Эй На Меня Не Смотреть Нельзя Позволить Хамнару Делать Все Что Завздумается Особенно Если Он Намеревается Воскресить Злого Духа Крушила Да И для Этого В том числе Нам Понадобится Своё Королевство Которое Станет Опорой В дальнейшей Борьбе Что Идем Идем Создавать Наше Королевство Да Да И раз Вы Так Мне Помогли С вашего Позволения Я Отправлюсь С вами Вы Серьезно К тому Уже Я думаю Уже Все В смысле Уже Все Все Уже Что Что Это Они Почули Запах Приключений И Пришли И Похоже Уже Заждались Своего Короля Но Как Так Откуда Все Эти Люди Лесной Народ Воздушные Пираты Выходцы Из Коронелла И Все Они Похожи Хотят Стать Подданными Нашего Королевства Но Почему Уже Вдруг Так Много Людей А Что Плох Что Лишние Рабочие Руки Я Тут Потихоньку Распространял Информацию Я Передал Что Король Эван Основал Новое Королевство И Все Кто Желает Может Прийти Никому Не Будет Отказано Это Благодар Это Моя Благодарность Вам За То Что Вернули Мой Лес Очень Кстати А С Вашего Позволения Хотел Бы Занять Пост Министр Финансов В Новом Королевстве Уж Я Знаю Толк В Деньгах Как Никто Другой Отлично Значит Мир Будет Министром Финансов А Зоран Займет Пост Министра Обороны Все Военные Дела Предоставьте Мне Что Ж Тогда Я Как Бывший Президент Стану Личным Помощником Короля Ведь Новому Правителю Нужен Защитник Нет Роланд Я Хочу Чтобы Ты Стал Главным Консулом У Тебя Большой Опыт В Политике О Все То Ты Знаешь Но Я У Короля Есть Право Назначать Министров Так Ну Хорошо Твоя Взяла Я Согласен Я Займу Пост Главного Консула Раз Уж Это Самоличный Приказ Его Величества Рассчитываю На тебя Роланд Наконец То Ты Эван Рассуждаешь Как Настоящий Король Я Не знаю Смогу Ли Я Быть Хорошим Королем Но Я Постараюсь Я Наконец То Решился Ради Всех Вас Ради Себя Самого Точно Мы Забыли Кое Что Супер Важное Эван Твое Новое Королевство Вот Вот Появится На Свет Ему Нужно Название Я Уже Подумал Об Эм Я Назову Своё Королевство Эс Волания Эволания Не успел прочитать Вот так будет называться Наша с вами страна Он сказал Эсталания А написали Эволания Что-то такое было А, Эволания Всё-таки Всё правильно Эволания Значит Звучит неплохо А почему такой выбор? Что это означает? На древне Аструамском языке Эва Означает Улыбка Вот оно что Улыбка С названием Мы определились Как насчёт того Чтобы сказать Пару Напутственных Слов Тем Кто Собирается Здесь Кто здесь Собрался Отлично Эй Король Эван Желает Выступить С речью Прошу Внимания Друзья Я не знаю Какие трудности ждут Наше новое королевство Впереди Но я непременно Хочу создать На этой земле Мирную Красивую Процветающую Страну Жители Которые Всегда Будут Улыбаться Я Обращаюсь Ко всем Вам И прошу Вместе Со мной Пройти Этот Путь Этот Тернистый Путь Наполненный Надеждой Да Здравствует Король Ну что Вот и дело Сделано Эван Отличная Речь Что ж История Нашего С вами Королевства Начинается Эван Пока Ты идешь По этому Пути Никуда Не сворачивай Ты всегда Можешь Рассчитывать На меня Ребята Большое Спасибо Благодаря усилиям Нира Иоэну Присоединилось Множество Единомышленников И шаг за шагом Молодая Страна Превращалась В настоящее Государство Таким Образом Эваланя Начала Свою Гордую Поступь Чтобы Однажды Стать Той Прекрасной Страной О которой Так Мечтала Альмина Ну что-то ты не весел Ты же наконец-то создал свое королевство Да Этому я рад Но меня беспокоят вещи О которых я еще не совсем ничего не знаю Воскрешение злого духа Обладающего силой Способность И способность Уничтожить мир Справлюсь ли я с этим В одиночку Наверное нет Но ведь Ты больше не одинок Правда Точно Я не один У меня теперь есть друзья Именно Эван Смело Шагай вперед По открывающимся Перед тобой Пути Рука Об руку Со своими Товарищами Да Я буду стараться Изо всех сил А ты стал увереннее в себе Ну что ж Увидимся Да До встречи Сохранить Ну да Конечно Сохранить Забавно Что нам именно Предлагает Сохраниться Сейчас Почти Семь часов Прошло Ну что Сегодня серия Прям вообще Отличная Вышла Мы прям Неплохо Посражались У нас есть Большой Прогресс Реально Уже Заделки Королевства Так сказать Даже Трон Сделали Тронный Зал Наконец-то Иволанья Стала Похожа На Настоящее Королевство Да Эван Страной Страной Королевство Все это Все это Очень прикольно Управление Управление Страной Пошло Не так И привело Это мало Сказать К печальным Последствиям Если вы не видели Первую серию Откуда вообще Появился Ролан То обязательно Посмотрите Я не буду Сейчас об этом Рассказывать Потому что Надо смотреть Все 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 Давайте На сегодня Закончим Спасибо Всем Кто Меня Смотрит Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайк Давайте Всем спасибо Всем пока До новых встреч